Друзья, всем привет! С вами ваш неутомимый Алко-сенсей, и у нас сегодня седьмой день Алко-марафона. Друзья, напоминаю, каждый день я снимаю ролик продолжительностью не менее 10 минут. За эти 10 минут, а то и 12, иногда 15 минут, я успеваю выпить 3 или 4, чаще всего 4 рюмочки крепкого алкоголя. Да, обязательно крепкий алкоголь. Каждый день крепкий алкоголь. Сколько я продержусь, я не знаю. Итак, господа, сегодня у нас на арене коньяк Ной подарочный. Кстати, огромное спасибо тем людям, которые помогают мне проходить этот Алко-марафон, финансировать данное предприятие, потому что деньги у меня уже, как я сказал в предыдущем ролике, закончились. Вчера пришел донатик неплохой от Алексея Алексея С. Банк ВТБ. Ну, я не смог найти, нигде в комментариях конкретно не написано, кто именно прислал в банковской выписке Алексей С. Из карта ВТБ. Перевод был. Спасибо огромное. Так, друзья, ближе к нашей теме. Коньяк Ной подарочный, который я никогда еще не пробовал, но коньяк безумно популярен в России. Вот, и я решил, так сказать, отпраздновать окончание первой недели марафона именно этим коньячком. Давным-давно я на него смотрел и решил сегодня снять, так сказать, пробу. Мною эта бутылочка была приобретена в магазине Магнит. В магазине Магнит по стоимости 709 рублей за объем 0,5. 0,5? 0,5. Крепость 40 градусов. Еще раз, 709 рублей, пятилетний коньячок. Ну что, нальем. Так, нальем, чуть пусть постоит. Как помним по формуле, сколько лет выдержки у коньяка, столько минуток он должен постоять. Хотя бы в первый раз, когда пьем. А дальше, конечно, уже как пойдет. Что нужно сказать про этот коньяк? Сам раньше я лично заблуждался. Я думал, что Ной и Арарат, это, скажем так, два, возможно, разных видах коньяка, но сделаны на одном предприятии. Аннет, друзья, аннет. Данный коньячок серии Ной произведен Ереванским, сейчас я точно скажу, чтобы не сбиться. Тут мелко написано. Значит, Ереванским коньячно-винно-водочным комбинатом Арарат. Вот так называется. Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат Арарат. КВВК, ЕКВВК Арарат, если сокращенно. И он сейчас не имеет никакого отношения к Ереванскому коньячному заводу, на котором делают коньяк Арарат, который мы уже с вами пивали, пробовали. Вот сейчас по ссылочке, кто не смотрел, можете посмотреть, выскочит ссылочка про коньячок Арарат. Итак, когда-то давным-давно это было одно предприятие, да, и коньячно-винно-водочный комбинат Арарат, и ЕКЗ, Ереванский коньячный завод. Это было одно большое крупное предприятие, которое открыл, построил в 1887 году Нарсес Тайрян, который являлся купцом первой гильдии. И на нем впервые стали производить армянские коньяки. Вот. Именно тогда зародилась технология производства именно армянских коньяков. Они по-своему немножко делали, в отличие от французских коньяков. Далее предприятие купили Шустав и Сыновья. Вот. И далее предприятие работало, выпуская огромное количество алкоголя. А потом, когда уже Советский Союз, так сказать, образовался в середине 48-го года, вот бывший этот завод, Шуставский, был разделен на два предприятия. Одно из которых стало называться Ереванский винный комбинат, а другое стало называться Ереванский коньячный завод. И в 90-х, в 1991 году Ереванский винный комбинат переименовался в Ереванский коньячный винноводочный комбинат Арарат. Все. Это два разных предприятия. Ну-ка, давайте попробуем аромат. Это я для чего? Для того, чтобы знать, чего, как, куда и какие дела. Потому что сам я лично заблуждался. Я думал, это одно предприятие делает. Просто две линейки коньяков. Коньякной. Коньякной. Сейчас давайте выпьем первую. Поставим лайк по традиции, выпьем первую рюмочку. Угу. В составе коньяка дистилляты винные, выдержанные не менее пяти лет. Купажированные с другими дистиллятами, тоже винными. Но срок выдержки спиртов не менее пяти лет. Вода и сахар, краситель, сахарный колер. Все. Ну, обычный, стандартный набор. Вы знаете, я не разобрал с первого раза. Да, подище раз. Что-то я не разобрал с первого раза. Это розлив 13 мая 2021 года. Коньякиной. Коньякиной. Бывают нескольких серий, нескольких видов. В данном случае я держу подарочный. Он бывает трех лет и пяти лет подарочный. Есть традиционный. Ной трех и пяти лет. Есть араспел. Трех и пяти лет. Легенда Ной. Ной распел. Это легенда Ной. И если мы берем классик, там уже идет от семи лет и выше. Короче говоря, чтобы не путаться. Имейте в виду, когда смотрите, надо не просто Ной брать. Но вот я сейчас пробую подарочный. Я пробую подарочный. Я думаю, в дальнейшем мы попробуем и остальные виды Ной. Но пока что остановимся на этом. Потому что в магните был только этот. Еще раз в магните я взял 709 рублей за объем 0,5. Так. Значит, что можно сказать еще интересного. Значит, коньяк назван в честь библейского Ной, который после потопа посадил, согласно легенде, в долине горы Арарат первые виноградные лозы, став прародителем виноградорства виноделия в Армении. В общем, в честь, так сказать, библейского героя Ной, который собрал всех на ковчег. Там же... Сейчас он, правда, ковчег на территории Турции находится. Насколько я помню. Ну, как бы... Слушайте, ну аромат мне не нравится. Честно. Вот что здесь написано про аромат. Приятный элегантный аромат коньяка, окутывает нежными шоколадно-ванильными нотами, украшенными нюансами черносливой пряностей. Ну, может быть. Вы знаете, такая же фигня, как с новокубанским. На аромат вообще непонятно что, а на вкус уже приятно. Кто не смотрел про новокубанский коньячок, мы, по-моему, с него начали нашу эстафету. Это был первый день марафона. Вот сейчас по ссылочке посмотрите про новокубанский коньяк. На вкус нормально, а на аромат... Я его не понял, если честно. Вот похожая ситуация с этим ноем. Может быть, надо, чтобы поставил подольше, но я не хочу ваше время испытывать. Сейчас я его попытаюсь немножечко, как это... Аэрировать, декантировать в бокальчике, чтобы он спиртозность побольше отдал. Но есть, улавливается, конечно, что-то... Есть, да, есть что-то такое черносливное, но ваниль я не чувствую совершенно, хотя это самое... Здесь написано ванильные, шоколадно-ванильные ноты нюансами чернослива. Пряности, да. Может быть, пряности. Больше всего пряности ощущаются. Наверное. Ну что, друзья, давайте вторую. Заметили? Вообще ничем не закусываю. Закуска градус крадет. Как сказали в одном фильме. Так. Пьется мягко. Однозначно. Годится и как дежестив. Ну, как аперитив, не знаю. Но как дежестив после обеда. Или после ужина. Без ничего. Кто курит под сигаретку-сигарку. Кто не курит просто без ничего. Я вот без ничего предпочитаю. Вы знаете, неплохой вариант. Неплохой вариант. Я скажу так осторожно. За 709 рублей мне вполне даже нравится. За 709 рублей, по-моему, отличный. Надо будет сравнить с лезгинкой. Если он доживет до завтра. Кстати, если вы думаете, что когда я прохожу марафон, выпиваю вот эти вот четыре рюмки и все, я вам скажу, у меня осталось из этих вот предыдущих шести напитков только полбутылки граппы, которая 0,7 была. И все, все остальное я выпил. Я даже хотел показать, но я на столе не вижу. Куда-то убрали мы. А так выпито все. Вчера, кстати, водку гурман выдули и вообще не в одном глазу. Но в том плане, что отличная водка. Прям допили всю бутылку. Вот я начал, я сделал ролик с гурманом. Водка новая. Потом тут же сели обедать. Я раз, 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 раз. Жена чуть-чуть помогла. Опа, и бутылки нет. Пошел чуть-чуть. Прикемарил, проснулся. Все нормально, бодряком. Даже сушняка не было. Кстати, отличная водка. Пробуйте, ребята. Я не снял ролик, как я частенько делаю утреннее резюме на гурман. Но водка отличная. Ладно, давайте к коньячку вернемся. Что у нас со вкусом? Вот, производитель пишет так. Вкус коньяка шелковистый, мягкий с нюансами ванили, шоколада, меда, сухого дерева и сухофруктов. Из всего перечисленного давайте еще раз выпьем. Кто не подписался, подписывайтесь. Продолжаем наш марафон, друзья. Спасибо вам за помощь. Кто желает поучаствовать в помощи, ссылочка внизу в описании к ролику. Или же будет закреплена в комментариях. Там можно задонатить, помочь каналу. Да. Значит, здесь нотки более такие... Вот что я хотел сказать. Когда я пью лесгинку, когда я пью лесгинку 6, этого, кизлярского завода, там во вкусе такие веселые, цветочные какие-то тона, с кислинкой какой-то. Здесь такие, знаете, вот ближе к выдержке 7 лет, я бы так сказал. Вкус такой, действительно, дубово-шоколадно, дубово-шоколадно, немножко сухофруктный, да. Сухофрукт-то есть, но совсем чуть-чуть. Больше дубово-шоколадно. Интересный вкус. Вы знаете, друзья, интересный вкус. Я не жалею, что я взял. Открыл для себя линейку Noeve. И я думаю, что мы будем дальше продолжать пробовать. Я уже присмотрел в магазинчике, по-моему, Ахтамар 10 или 12-летнего, 2 с чем-то тысячи. Вот, я думаю, что мы его обязательно постараемся попробовать в ближайшее время. Дай бог, чтобы все получилось. Вот, но мне нравится, мне нравится. Аромат. Аромат такой, знаете, невыразительный. Ну, это надо вслушиваться в тона. Нет такого, что вот прям яркое. Бывает, вот коньяк просто в нос слегка поднес, а там уже все ясно. Вот, допустим, Дагестан 13 лет коньяк. Офигенный, тоже кизлярского завода. Вот его, вот буквально чуть-чуть и просто полный расклад. Здесь сложнее аромат, проще, проще. Но вкус огонь. Давайте, друзья, выпьем крайнюю за ваше внимание, за ваши лайки, конструктивные комментарии, подписки. Спасибо вам, что смотрите. А мы продолжим наш марафон. Огонь. Никакой закуски не требуется. Ребятки, никакой. Да, есть легкая спиртуозность после того, как выпил. Но она очень быстро осаждается, проходит. Вообще, отличный коньяк. Короче говоря, ставлю ему твердую пятерку. Мне понравился. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, завтра мы увидимся в новом ролике. Восьмой день марафона. Но не будем забегать вперед. Всех обнимаю. Жму руку. Ваш Алка-сенсей.